Всем привет, друзья! С вами Елена Гольникова и практика ведения дачного хозяйства. Мне к вам вопрос. Как часто моете голову? Ой, я мою ее каждый день. И поэтому у меня сохранились вот такие пластиковые флаконы, которые я уже, понятное дело, обрезала. Смотрите, какая оригинальная форма. Цвет мне очень нравится. Здесь я уже сделала дренажное отверстие. Здесь отверстие для того, чтобы подвешивать можно было. Как-то я, когда делала фитостену, не нашла, что это нужно будет делать. И что я хочу сделать сегодня из этих уже бывших флакончиков? Правильно посадить туда цветочки. И, как сейчас модно говорить, для этого нам понадобится флакон, керамзит, хорошая земля, собственно, сами растения. Давайте выберем что-то. Я предлагаю лично взять... Вот. Предлагаю взять я для сысу. Потому что я планирую повесить их где-нибудь на кухне. И это растение уже достаточно развеял свою корневую систему после укоренения. Вполне себе подойдет. Самое время подписаться. Итак, мы берем керамзит. Насыпаем его так, чтобы дно было закрыто на высоту как раз обычного камушка керамзита. Добавляем почву. Здесь у нас вермикулит, акроперлит, биогумус и непосредственно просто хороший грот. Где взять хороший грот? Под рассаду я сюда беру под дубами. Но эта почва, наверное, скорее всего, не из-под дуба. Эта почва как раз у меня с дачи там, где был в этом году пар. И вот так вот я наполняю. Не забываю учитывать то, что мы будем это дело поливать. Итак, вот я нашла подходящее растение с корешком и сажаю его в свой импровизированный горшочек. Ну и все. Осталось только замульчировать вермикулитом и разместить где-нибудь на стеночке. Вам спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите ваш комментарий. И подпишитесь, если вы еще не подписались.